Дорожная машина Дорожная машина Дорожная машина Дорожная машина Всем привет, с вами Макс, вы на канале Топ Драйв Геймс И мы заходим в NFS Underground 2 Так, нажмите Enter Я уже поднастроил игру и у меня все готово для того, чтобы приступить к прохождению карьеры Мы недавно завершили прохождение NFS Underground первой части Да, первую часть мы прошли И настало время второй части Итак, давайте приступим Так, а почему у меня... А, все, карьера Новая карьера У нас стиль комиксов теперь Шесть месяцев До или спустя Мы едем на Sky Да, у нас, кстати, полностью русская игра Это очень радует Как мы валим Какая-то девица рвет Там всех вдоль и поперек А почему девица Не думаю, чтобы кому-нибудь удалось порвать тебя То есть мы вообще всех надираем Мобила звонит Кого я вижу Пацан, мы тут заждались Так что не томи Посмотрим, кто кого Так, походу нас вызвали На поединок Это полный улет Скорее жми сюда Офигеть у него ксенон Окей, все идет по плану Появилась только одна маленькая проблема Я верила, что ты захочешь развеяться И сменить обстановку В Бэйвью свяжись с моей подружкой Рэйчел Она молоток Обещала дать тачку взаймы Поставит в аэропорту Машинка ее детища Храни ее, как зеницу ока Все Удачи, увидимся Саманта Уилл Вот это тачка Эй, на проводе Я Рэйчел, подруга Саманты Ты типа приехал? Ну, типа привет из Бэйвью Ты что, еще не врубился? С тобой разговаривает автоответчик Он же служба моментальных сообщений Сокращенно СМС Чтоб ты не парился Я сразу настроила его Как для новичка Читай инструкцию И сам с ним разбирайся Итак, у нас появились сообщения В виде СМС Вот таких вот Система СМС предназначена Для обмена короткими сообщениями Благодаря ей ты сможешь Вовремя получать различные полезные сведения Когда тебе приходят сообщения На экране появляется мигающий конверт Чтобы прочитать новые сообщения Зайди в систему СМС Цвет пиктограммы зависит от типа Информации, содержащейся в сообщении Когда ты приближаешься к магазину, мастерской Или месту проведения гонок В левом верхнем углу экрана Проверяется соответствующий символ Чтобы заехать в магазин Или получить информацию о гонках Нажимай Так, так, так Для каждого Ну, все понятно, в общем Так, все, спасибо этому Итак Разберись с мини-картой Город у нас, знаешь ли, большой Потеряться здесь легко Все, мне нужна моя тачка Пригони ее к автосалону По карте найдешь? Так, давайте, кстати, посмотрим Что у нас Ой, по настройке Уровень сложности Какой? Игровой прогресс Так, уровень сложности Высокий Стоит Все Отлично А, так, так, так А, мгм Так, разная Коробка ручная Система стабилизации Выключить Итак Давайте коротко о сюжете То есть Первая часть андеграунда Была в Олимпик Сити Там мы всех сделали Деньги Сами идут в руки Неподалеку Собралась кучка лохов Типа устроит гонки Погнали Пощиплем этих козлов Так, я продолжаю В Олимпик Сити Мы заняли Лидерство Успешно Выигрывали В гонках И так далее И Потом У нас все шло Вообще Отлично Мы там В журналы Фоткались И так далее А потом Какой-то Салют Рэчел Ты где бродишь? Говорят в районе Форт Юнион Какая-то каша заварилась Точно места сказать Не могу Но думаю найдешь Двигай туда Разведать Че к чему и как Давай удачи Отбой Так Это сообщение О миникарте Блин Нас все сбивает В итоге Короче Слушаем сюда Так Меня эти сообщения Сбивают Нафиг В итоге Нам позвонил Какой-то чел Мы выехали На место И В повороте Нас поджидал Хаммер H2 Который Ослепил нас Китайским Ксеноном Мы попали В аварию Разбили Свой Р-34 Скай И Нам Решили Помочь Нам позвонила Я так понимаю Саманта Она нам Предложила Развеяться Отправиться В Байвиев То есть Это вот этот город И Нам Временно Дали тачку Так Это смена Вида Нам дали Ниссан 350Z Так Информация О карьере Так Ну это все Обучение Нам В принципе Обучение Все понятно Итак Это Underground 2 Здесь Появился Открытый мир Теперь Мы можем Путешествовать По карте Конечно Вот не знаю Почему то Мне Первая часть В плане Графики Нравится Больше Потому что Во второй части Какой то Появился Эффект Этот Блум И Что то Как то Он мне Так Надо вот эти Значки Собирать Нам Дают За них Бонусы Ух Тут Система Без системы Стабилизации Как машина Дрифтует Сколько Тут Этих Значков Это все Нам сообщения Распродажа Запчастей Так Мы кстати Давайте Посмотрим Так Ассортимент Меньше На распродаже Ассортимент Меньше Чем в обычном Магазине Но цены Гораздо Ниже Так Выбор Режима Карты Это Нам Ладно Настройки Управления Это все Ладно Так Это уже Кстати Первая Гонка А мы Кстати Можем Ведь на 350z Поучаствовать В гонке Да Я так Понимаю Ты сел На навороченную Тачку И думаешь Что ты Крутой Пацан Свою крутизну Надо доказать Гони деньги И становись С нами На 100 Посмотрим Кто Кого Приз 200 Баксов Ну Давайте Сгоняем Опробуем Этот Ниссан Кстати Заставки У нас Ровно Такие Ж Как Были Как Были В первом Антеграунде Что-то Отсечка У него Прям Маленькая Да И кстати Теперь У нас Нитро Имеет Накопительный Эффект Допустим В первой части Если мы Израсходуем Нитро То все Мы будем Ездить С пустым Баллоном А здесь Нам Заки Сдают За Всякие Трюки И так Далее Так Что Тут Его Прям Можно Не Жалеть И Кстати Посмотрим Как У нас Поживают Скрипты Скриптованные Боты Да И про Графику Я не Договорил Мне В первой Части Больше Нравится Из-за Того Что Там Нет Вот Этого Блум Эффекта И Оттенки Другие Тут Тут Как То В Желтизну Все Отдает А Там Более Такие Нейтральные Цвета Но Это Лично Мое Мнение Не Знаю Как Думаете Вы Напишите В Комментариях Трафик У нас Остался Такой Но Чем Радует Underground 2 Тут Прям Очень Много Тюнинга Тут Настолько Много Тюнинга Что Даже Можно Ставить Акустическую Систему В Багажнике Ну И Машин Собственно Стало Больше Вообще Сам Город Байвиев Он Напоминает Лос-Анджелес И Лас-Вегас Вот В принципе Город Неплохой Конечно Глупо У нас Тут Сюжетом Немножко Получается Что Какое Какое-то Тело Поморгало Нам Ксеноном И мы Врезались Кстати Вот Смотрите На сложном Уровне Блин Опять Я не Той Дорогой Поехал Прям Соперники Такие Посильнее Чем В первой Части Но Это Может Конечно Только В этих Гонках И Кстати В первой Части Мне Кажется Скорость Больше Чувствовалась Вот Мы Сейчас Летим 280 Км В Час И Я Б Не Сказал Что Я Прям Так Чувствую Эту Скорость Ну Едем Быстро Да Эффект Размытия Также Присутствует Но Он Не Такой Сильный Как Был В первой Части Да Что-то Я Все Езжу Экономлю Нитро Совсем Забываю Что У нас Тут Можно Сказать Бесконечное 300 Км Час Шестая Последняя Передача И Мы Заканчиваем Гонку Победа За 3 минуты 05 Секунд Так Продолжит Репутация Денежный Приз Возвращение В город У нас Да Я включил Автосохранение Здесь Да Подожди Ты Дай мне Покататься На твоем Ниссане Я Все Таки Блин Разбил Свой Я Не Хочу Сейчас На Овощи Кататься Да Также У нас В открытом Мире Ездят Другие Гонщики Опять же Очень Сожалею О том Что Пришлось Выключить Музыку Потому Что Реально Музыка Тут Крутая Как дела Малышка Оба Это Не Рейчел Ты Наверное Этот Самый Крендель Который Катается На Ее Машине Хочешь Устроим Небольшой Спринт Гони Деньги Здесь В городе Курами Не Расплачиваются И Вставай На Старт Да Все Меня Принимают За Рейчел Но Она Мне Дала Только Покататься Это Ненадолго Блин Какая Отзывчива Педаль Газа Она Очень Резко Я Слегка Нажимаю На Газ И Она Прям Подлетает Да Я Кстати Играю На Геймпаде От PS4 Не Изменяя Своим Традициям Так Сказать Ну То есть Получается У меня Газ Тормоз На Курки Идет Ну А Поворачиваю Я На Стик Ой Что-то Я Тут Как-то Плохо Он Тормозит У Рейчел Тут С ручником Войдем Да Изменились Кстати Звуки Переключения Передач И Вообще Блоу Офф По-другому Работает Но В целом Все равно Звуки Остались Неплохими Так Тут Нам Потребуется Закись Азота Я Так Понимаю 7500 У него Отсечка Они Не Отстают От Меня Интересно Кто-нибудь Кроме Меня Проходил Эти Начальные Гонки На Ниссане Мне Кажется В основном Все Ехали К Указанной Цели В целом Блин Город Прикольный Конечно Такие Воспоминания Сразу Нахлынули Underground 2 Крутая Игра Она Она уже Психует Немедленно Езжай В автосалон Эй Мне нужна Моя тачка Короче Она Очень Злая Прям Очень Злая Поэтому Да Давайте Не будем Мучать Ее Все Таки Вернем Ей Ионный 350Z Да И Сейчас У нас Будет Сложный Выбор Нужно Будет Приобрести Автомобиль И По-любому Это Нужно Будет Брать Заднеприводное Что-нибудь Потому Что Опять же Тут Будут Дрифт А Дрифт На переднем Приводе Мы Уже Кстати Дрифтовали Да В начале Underground Первого На Цивике Это Такое Себе Занятие Да Опять же Мы Играем Без Всяких Визуальных Улучшений Так Сказать Потому Что Оригинально Игра Есть Оригинальная Игра Заехать Сюда А приборки От Мазды Вообще Наконец-то Куда Гонял Мою Тачку А Надеюсь Ты Ее Не Поцарапал Да Так Чуть Сэм Говорит Что Ты Гонщик Так Заведи Свою Тачку Пора Раскошелиться Ну До Связи Да Появилась Тойота Королла У нас АЕ Ниссан 240SX Сразу На старте Пежо 106 И Воксл Корса 1.8 Да Ну Блин Я вообще Не знаю Кто Вообще Брал Опель На старте Игры Покажите Мне этого Человека Пежо Конечно Прикольный Но Блин Кстати У них По скорости Прям Офигеть Ну Че У нас Тут Выбор Небольшой Либо АЕ Либо 240SX Но Если честно АЕ Я колхозить Не хочу Но Нам Придется Поэтому Давайте Лучше Будем Колхозить 240SX Выбрось Поедем На 240SX Вот Это Пламя Из Трубы Теперь У тебя Есть Своя Тачка Так Что Гоним В Гараж Хватит Кружить По Городу Все Равно Сегодня Ничего Интересного Давай Я Долго Ждать Не Буду Так Теперь Нам Нужно Отправиться В Гараж Вот Это Скорость Вот Это Она Разгоняется Да Конечно 350Z Будет Побыстрее У нас Да Тут GPS Уже Работает Ну Неплохо Неплохо У нас Уже На старте 575 Баксов Есть Можем Протюнить Как Долго Переключаются Передачи Вот Смотрите Едем Мы На Третий Нажимаю Раз Два Две Секунды Даже Наверное Две с половиной Секунды Проходит И он Переключает Передачу Вообще Никуда Не торопится Наш Главный Герой Так Сказать Да Каждый Гараж Тут Легко Найти Он Подсвечиваться Определенным Оттенком Вот Значит У нас Наш Гараж Фиолетовый Заехать В гараж Не А че В нашей Хате Неплохо По вопросам Гонок Не в справочную А ко мне Расскажу Много Интересного Добро Пожаловать В реальный Мир Если Знаешь Где Искать Найдется Все Гонки На выживание Скользкие Трассы Бои Бесправил Здесь Крутые Гонки И Здесь Крутые Бабки Круче Всего Здесь Особая Трасса Где Катаются Только Ребята Из Профессиональной Лиги Там Деньги И славы Как Грязи Но Туда Берут Только Мачо И Только Через Друзей Я Тут Самый Лучший Друг Так Что Не Зли Меня Приятель Лучше Познакомься С Томми Он На Вид Даун А Так Гений Он Чинит Все Нормально Ты его Оскорбила Так Привет Если Рэйчел Разрешает Заезжай Ко мне Всегда Буду Рад Пошли Я Гараж Покажу Ну Он Там Субарь Варил Видимо Жучки Самое Настоящее Царство Запчастей Шестеренок А Еще Тут Есть Полный Набор Инструментов Так Что Можно Тюнингом Заняться Да Кстати У нас Тут Появился Дино Стенд Мы Можем Настраивать Машину Так Ну В принципе Тут Нам Ловить Нечего Тут Что У нас Ничего Не Открыто Вернемся В город Сейчас Опять Нам Кто Нибудь Позвонит Слушай Сегодня Будет Жаркий Вечер Смотри На Карту Я Там Отметила Горячие Точки Ну Что Хочешь Чтоб О Тебе Говорили Так У нас Первые Гонки Кстати Вот Я На Второй Передаче В Гараж Заезжал И Выехал На Второй Передаче Так Ну Что Что У нас Тут Какая Первая Гонка О Сразу Ж Дрифт Я Обычно Не Обижаю Женщин И Детей Да Еще И На Людях Поэтому Держи Карту И Не Попадайся Мне Под Колеса Почувствуй Стрит Икс На Своей Шкуре Это Самое Крутое Что Может Быть Это Не Гонка Это Чума Трасса Здесь Очень Сложная У тебя Нет Права На Ошибку Делай Что Хочешь Чтобы Сбросить Соперника С хвоста И Держись Внутренние Стороны Трассы Оптимальная Кривая Выхода Из Поворота Экономит Время Поэтому Настрой Тачку На Быстрый Разгон И Крутые Повороты Понял О чем Я Думаю Понял Выходи На Старт И Постарайся Не Проложать А Это У нас Новый Режим Стрит Икс Называется То Есть Гонки По Дрифтовым Трассам Такие Небольшие Маленькие Трассы И Тут Просто Четыре Круга Без Дрифта Без Всего Просто Нужно Быстро Проехать Так Двести Сорковой Первый Но я Не сомневался Но мы Его Немножечко Пододвинем Тут Даже Можно Ехать На Одной Передаче Не Переключаясь На Третий В принципе По графике Ну Игра Не Изменилась Ну Чисто Так Эффектов Накатили А графика По моему Та же Ну Потому что Движок Тот же Ну Вот и все Такая Быстрая Гоночка Вернемся В город Сейчас Опять Кто-нибудь Позвонит Ты Ты Конечно Молодец И все Такое Но Есть Один Нюанс Я Не знаю Как там У тебя На Родине Но Здесь Победа Это Еще Не Все Нужно Уничтожить Соперников Отрыв Здесь Многое Значит Если Ты Еще Не Понял Меня Всегда Держат В курсе Последних Поступлений Железа Если В ближайшее Время Появится Что Небудь Достойное Внимание Я Кину Тебе Так Мы Потихоньку Заводим Друзей Так А где Кстати Карта Мы Ведь Карту Можем А Вот На М Карта Ну У нас Пока Что Особо Ничего Не Открыто Вот Запчасти У нас Есть Мы Можем Какие Нибудь Запчасти Поставить Давайте Ради Интереса Доедем До Магазина Запчастей Посмотрим Что Там Вообще Есть И Думаю На этом Первую Часть Мы Закончим В принципе Такой Небольшой Экскурс В Историю Второй Части У нас Есть Осталось Только Посмотреть На вашу Реакцию Будем Ли Мы Проходить Вторую Часть Индеграунда Напишите В комментарии Я Конечно Очень Хочу Ее Пройти Давно В нее Не Играл Вот Чем Хороша Вторая Часть В нее Можно Играть Вечно Блин Хоть Тут И Уже Устаревшая Графика Но В принципе В нее Почему То Интересно Играть Хотя Тут Все Элементарно Просто Так Мы Доехали Ох Сколько Денег Мы Тут Насобирали Ох Тут Кстати Распродажа Запчастей Сейчас Притормози Тут Распродажа Запчастей Ничего Особенного Конечно Но По Минимуму Затариться Всегда Можно Заезжай Смотри Закись Азота Для Твоей Машинки Как Второе Дыхание Выдохнешься На Финише Пожалеешь Что Не Взял Давайте Сразу Поставим Закись Азота Так И у Нас Еще 250 Баксов Остается Коробка Передач Может Свести На Нет Все Твои Потуги Ехать Быстрее А Может И Помочь Если Прикупить Что Надо Все Эти Новые Примочки Нуждаются В Хорошем Управлении Так Что Тебе Пора Брать Новые Мозги Для Мотора Так Ну Блин На Комплект Нам Не Хватает Затаривайся Здесь Всем Чем Можешь Мощность Это Залог Победы Пока Ладно Обойдемся Закиси Азота Закиси Азота Есть И уже Неплохо Ну Что Думаю На сегодня Достаточно В Следующей Серии Уже Плотненько Займемся Гоночками И Тюнингом Нашего 240 Всем Спасибо За Просмотр Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Ставьте Дизлайки Обязательно Комментируйте Всем До новых Встреч Всем Пока Субтитры